Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Сегодня здесь, на горе блаженства, не только прекрасный, но и очень теплый день. За все эти годы мы записали здесь очень много программ. Когда мы возвращаемся на Святую Землю записывать программу Манафест, я всегда шучу. Мы столько раз вели съемки в одних и тех же местах, что зрителям сложно понять, новая это программа или повтор. По моей рубашке понятно, что это не повтор. Каждый год мы покупаем новые рубашки, чтобы вы всегда понимали, что смотрите совершенно новый выпуск. Сегодня утром в отеле я готовился к этой программе и знал, что будем снимать рядом с Галилейским морем. Я хотел подготовить особенное слово для каждого. Я всегда беру с собой 50 набросков, и порой ни один из них не использую. Сегодня утром я стал читать Новый Завет, Евангелие от Матфея, и увидел на странице примечание. Здесь есть таблица, которую вы увидите на экране через несколько минут. В процессе изучения богословия я узнал, что в четырех Евангелиях есть то, что называют синаптической проблемой. Что это за проблема? Многие ученые считают, что самым первым было записано Евангелие от Марка. В нашем переводе, в этом Евангелии 16 глав. Другие авторы брали у Марка некоторые истории и просто повторяли их. Возможно, вы заметили, что некоторые истории Нового Завета встречаются во всех четырех Евангелиях. Лука добавил некоторые события и подробности, которых нет у других авторов. Иоанн также добавил истории, которых нет в других Евангелиях. Так что авторы не копировали друг друга. Но есть одна необъяснимая ситуация, «Необъяснимая история», которую можно найти в Евангелии от Матфея 8 главе и у Марка 5. Я назову это послание «Сатанинская политика открытых дверей». Слушайте внимательно, потому что, читая Библию невнимательно, вы не заметите этих деталей. Однако при внимательном чтении вы увидите одну из тех самых синаптических проблем. Мы попытаемся объяснить, что произошло на самом деле. В этой истории Иисус сел в лодку и приехал на другой берег моря, в землю Гадаринскую, или, как ее еще называют, Гергесинскую. Внезапно его встретил одержимый нечистыми духами человек. Большинство из вас знает эту историю об одержимом бесами, главного из которых звали Легион. Имя Легион произошло от названия Римского Легиона. В такой Легион входило где-то шесть тысяч солдат. Телом человека обладало очень много бесов. Иисус обратился к главному из них. Бес, конечно же, использовал голос одержимого мужчины. Он сказал имя нам Легион, потому что бесов в этом теле было много. Я же хочу показать вам проблему 5 главы Марка и 8 главы Матфея. Меня всегда поражало, что в этом регионе Иисус встречал больше бесов, чем, к примеру, в Иерусалиме или любом другом районе. За 40 лет исследований и служения я задавался вопросами, было ли дело в Иисусе, или дело было в этом районе, почему здесь было столько бесов. Ответ таков. Иерусалим был религиозным центром. Там была Тора и пророки. Самым сложным, с чем встречался там Иисус, были не бесы, а религия. Некоторые религии есть бесы. Вы наверняка встречали христиан, которые могли бы участвовать в библейских сюжетах. Впрочем, не будем развивать эту тему. В Иерусалиме Иисус имел дело с религиозными традициями, обычаями и людьми, которые старались поймать его на слове. Здесь же Иисус столкнулся с таким количеством бесов, потому что Галилея была языческой. Какова особенность этого места? Прямо за моей спиной в нескольких милях находится Ливан. В другом направлении находится Сирия. Здесь была территория Десятиградия. Она тянулась от Сирии вдоль моря и вплоть до Иордании. Десятиградия — это 10 городов, на которые оказывали влияние Рим и Греция. И римляне, и греки занимались идолопоклонством. В любой стране или народе, увлеченной идолопоклонством, вы всегда увидите сильную демоническую активность. Не буду называть конкретные страны, поскольку это послание распространяется во всем мире. Однако есть страны, где люди поклоняются тысячам идолов. Там, где есть лже-боги, всегда есть большое количество болезней, немощей, демонических духов, угнетение, подавленность, необъяснимые паранормальные явления. Иисус встретил человека, в котором было две тысячи бесов. Именно здесь, на Годаринской земле. Здесь жило племя Гада. У Иакова было 12 сыновей. Одним из них был Гад, племя которого поселилось на этой земле. Как сказано в книге «Исход», три раза в год все жители Израиля старше 12 лет должны были прийти в Иерусалим, чтобы поклониться Господу. Племена Иуды и Вениамина жили совсем рядом. Однако племена Гада, Монассии и некоторые другие жили довольно далеко от храма. После смерти Моисея и завоевания земле обетованной, группа из двух племен ушла за реку Иордан и поселилась на другом ее берегу. Теперь внимание. Чтобы поклониться Господу, им нужно было преодолеть значительное расстояние. Вы, как и я, знаете. Если собрание в церкви проходит воскресным утром, затем днем, а также в среду вечером, то те, кто живут ближе, придут на все три служения. Люди, которые живут в часе езды, возможно, не приедут утром в воскресенье. Следите за мыслью, и сейчас кое-что поймете. Если помните, Библия говорит, что эти племена построили себе жертвенник. Все остальные племена возмутились. Делать копии жертвенника, который стоял в храме, было запрещено. Лидеры племен заявили людям Божиим и левитам, мы сделали его не для жертвоприношений. Мы построили его как памятник, чтобы он напоминал нашим детям о Господе. Тогда их оставили в покое. Но дело в том, что со временем эти племена отдалились от Бога. Когда вы отдаляетесь от Бога, бесам становится комфортно. Вы услышали? Этот район стал местом, где бесам было комфортно. Здесь витали языческие идеи, и люди поклонялись языческим идолам. И теперь хочу показать вам ту самую таблицу. Сейчас она появится на экране. Евангелие от Матфея, 8 глава, 28 стих. Написано, и когда он прибыл на другой берег, Марка, 5 глава, и пришли на другой берег моря. Опять Матфея, в страну Гиргисенскую, в страну Годаринскую. Речь идет об одном и том же месте. К Иисусу вышли из гробов. Так же и у Марка, и у Матфея. Навстречу Иисусу вышли два человека. А в другом месте говорится один человек. Вот и синаптическая проблема. Два человека или один все-таки? Читаем далее. Христос мучил бесов. Так же в обоих Евангелиях. Бесы называли Иисуса Сыном Божиим. Было большое стадо свиней, точнее кабанов. Мы видели их не именно здесь, а неподалеку, в районе возвышенности. Итак, у Матфея было большое стадо свиней. У Марка тоже большое стадо. Далее бесы вошли в свиней и утонули. То же самое повторяется. Жители города попросили Христа покинуть их регион. Синаптическая проблема такова. Все, что записано у Марка, есть и у Матфея, кроме одного отличия. Матфей пишет, что одержимых было двое. Марк пишет, что одержимый был один. Марк пишет, что одержимый был один. Они были одержимы одним и тем же количеством бесов. Около 1800 лет ученые изучали это место и не могли дать иного ответа, кроме как, ну, кто-то допустил ошибку в рукописи. Таков их ответ. Если ученые, которые спорили об этом многие века, не смогли найти ответ, то и мне, глядя вам в глаза, очень сложно заявить, что у меня есть ответ. Нет. Правда, это будет трудно. Но я хочу сказать вам о странной возможности. Готовы? Евангелие от Луки, 11 глава. С 24 по 26 стих. Я прочту текст, хотя думал, что смогу процитировать наизусть. Тут приводятся слова Господа. Господа Иисуса. О чем здесь сказано? Кто-то получает свободу от сильных бесов. Эти бесы выйдут из человека, но позже в какой-то момент попытаются войти в него снова. Как они могут вернуться, если человек искуплен, намыт кровью Иисуса Христа и наполнен Духом Святым? Это станет барьером. Стеной. Хорошо, Лука. Посмотрим. Когда нечистый Дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда вышел, и придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там». И бывает, для человека того последнее хуже первого. И так это станет барьером, стеной, которая толкнет бесов, помешав вернуться. Однако бывает, что человек лишь временно очистился, но его дом не занят. Возможно, человек принял спасение. Я буду лучше, буду поступать правильно. Закрыл дверь для врага, и тот не смог войти, но затем, спустя месяц-другой, тот же бес возвращается. Вы понимаете? Проиллюстрирую это так. Люди, которые страдали сильной зависимостью от алкоголя и получили освобождение. Говорили мне, что спустя семь лет тяга возвращается. Мне говорили об этом очень многие. Могут пройти годы, и люди вновь ощущают тягу к тем же вещам. На днях одна молодая девушка рассказала мне такую же историю. Два или три года назад она жила в свободе от наркотиков, и вдруг, безо всякого повода, решила попробовать марихуану. Я сказал, ну ты же знаешь, что это дух, который владел тобой. Она была зависима от наркотиков. Дух пытался вернуть ей прежнюю тягу. Это странно, но люди говорят так и о табаке, и об алкоголе, и о тяжелых наркотиках. Я не утверждаю, что каждый, кто зависим, одержим бесом. Но бывает, что люди, которые страдали от сильной зависимости, были одержимы каким-то бесом. И сейчас я говорю о том, что бес непременно попытается вернуться. Итак, вернемся к Евангелию от Марка. В мужчине было две тысячи бесов. Библия говорит, что бесы, выйдя, не знали, куда пойти и вошли в свиней. Дальше сказано, что свиньи побежали к обрыву, сбросились в воду и утонули. Бесы не умеют плавать. Дело в том, что бесы не утонули вместе со свиньями. И вот вопрос. Можете не отвечать. Куда же они пошли? Подумайте хорошенько. Мы только что прочли стих, они не остались в свиньях. Из человека вышло по меньшей мере две тысячи бесов. Откуда мы это знаем? Откуда? Потому что свиней было две тысячи. Каждую свинью вошло по бесу. Бесы не могли умножаться в свиньях, потому что у свиней нет вечного духа. Сейчас вы это поймете. Животное — это душа и плоть, но никак не дух. Мы с вами — это тело, душа и дух. Благодаря тому, что мы — тело, душа и дух, в нашем духе может жить дух святой. Или же в нашем духе может жить множество бесов. В Марии Магдалине было семь бесов. У нее был человеческий дух, в котором могут обитать бесы. У свиней духа нет. Каждому бесу пришлось войти в свинью, поэтому утонуло столько свиней. Теперь вопрос. Когда свиньи утонули, куда пошли бесы? И ответ — пошли искать, в кого войти. Я нашел вероятное объяснение синоптической проблемы. Пока Иисус находился в этой области, один человек был освобожден. Из него вышло две тысячи бесов. Они вошли в свиней, и те утонули. Куда пошли бесы после того, как свиньи утонули? Пошли искать кого-то еще. И, вероятно, нашли еще двоих в тех же гробах. Если они нашли этих двоих, то до того, как Иисус ушел из этого района, тогда понятно, почему Матфей рассказывает нам о двоих одержимых мужчинах, а Марк говорит об одном первоначальном одержимом. Бесы, которые были в одном, потом селились в двоих, и в одном и том же месте, и в одно и в то же время произошло двойное освобождение. Помните, это лишь вероятность. Далее второй вопрос, который возникает в этой истории. количество свиней. Опять же, это были дикие кабаны. Люди, которые знают Слово Божие, приезжают сюда, размышляют и говорят, «Минутку, евреи не разводят свиней или кабанов». Но помните, это была не еврейская территория, это была территория язычников. Почему в этом районе было столько свиней? Готовы? Потому что римские солдаты ели свинину и покупали ее у местных жителей. На этой территории процветал большой бизнес. То, что в тот день здесь паслось две тысячи свиней на языческой территории Сирии или Ливана, не считалось бы чем-то странным. В Иерусалиме? Да. Там была еврейская территория. Здесь же это не было странным. А теперь расскажу, как происходит освобождение. Я не буду рассказывать вам какие-то замысловатые истории. Отнюдь, вот что произошло на самом деле. Несколько лет назад мы проводили фестиваль воинов в международном центре Омега. И к нам приехал один молодой человек, испанец по происхождению, со своей сестрой и частью родственников. После этого я узнал, что фестиваль Манны смотрит огромная испаноязычная аудитория. Я с радостью вижу, что на нашей конференции в Техасе, Калифорнии и на Среднем Западе приезжает много испаноязычных христиан. Этот молодой человек был одержим. Бес проявлял себя так, что я понял, это не эмоции, а проявление духа. Я повернулся к одной девушке и сказал, «Я устал». «Иди, сгони из него беса». Она посмотрела на меня. «Вы серьезно?» Я сказал, «Ну, у тебя есть власть в имени Иисуса». «Иди, сделай это». Она приказала бесу уйти, но была не готова к тому, что парень схватит ее и начнет причинять ей боль. Это меня разозлило. Теперь я был уставший и злой. Порой я злой, но хуже, когда уставший и злой. Я спрыгнул со сцены, схватил парня и сказал, «Приказываю тебе именем Иисуса, злой дух, выйди из него сейчас же». Я тут же вспомнил своего наставника Тиэл Ауэра. У него было сильнейшее, невероятное служение молитвы за людей. Тиэл обычно говорил, «Дьявол, у меня нет на тебя времени». Он так и говорил, «Я не буду с тобой возиться, выходи». Вероятно, мой голос изменился, когда я сказал, «Во имя Иисуса». Этого я уже не помню. Но помню, что, как и в Библии, парень упал на пол, словно мертвый. Дети заволновались, но я сказал, «С ним все в порядке». Я взял его за руку и помог подняться. Он плакал, молился, поклонялся Богу. И вот самое странное. Чуть позже я узнал, что его сестра когда-то занималась колдовством. Так и пришли бесы. Дело не в том, что спасенный парень-христианин был одержим дьяволом. Причина в колдовстве. И вот самое странное. Его сестра стояла в последнем ряду среди четырех тысяч других подростков. Бес вышел из парня и вошел в его сестру. Я не сразу об этом узнал. Эта девушка не видела брата и не знала, что произошло. Он был впереди, она в самом конце, однако бес попытался остаться в том, с кем был знаком. Понимаете? Именно об этом сказано в Евангелии от Луки. Что же произошло с тем одержимым, как он смог закрыть дверь перед врагом? Получив освобождение, он сделал несколько вещей. Первое, он сел у ног Иисуса, одетый и в здравом уме. Он был освобожден и обрел здравый рассудок. Что было дальше? Он захотел пойти с Иисусом. Я думаю, что он боялся возвращаться домой, потому что именно там в него вселились бесы. Он думал, если я вернусь домой, и бесы войдут в меня вновь, что тогда? Но Иисус сказал ему, иди домой и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Библия говорит в книге Откровения, что мы побеждаем сатану кровью Агнцем. Это означает очищение ваших грехов и получение прощения и словом своего свидетельства. Знаете, что сделал этот человек? В пятой главе Марка сказано, что он пошел по городам Десятиградия, рассказывая обо всех великих чудесах, которые сотворил для него Иисус. Он показывал свои шрамы и говорил, «Я резал себя камнями, а Иисус освободил меня». Он жил в свободе, пока рассказывал свою историю. Многие думают, «Не буду рассказывать свою историю». Вдруг дьявол вернется. Вернется, потому что вы не закрыли дверь. Держите дверь закрытой. Говоря, «Я победил, я стою на этой победе. Я хожу в победе». Вам нужно говорить об этом. В заключении скажу о самом интересном сразу после того, как человек пошел по десятиградию, Иисус вернулся в этот район, чтобы послужить и собрал самую большую толпу слушателей. Самую большую толпу слушателей. Эта толпа собралась, потому что тот человек сказал всем, «Идите, посмотрите на Иисуса. Он здесь. Посмотрите на того, кто меня освободил». Уверяю, сегодня Иисус Христос может дать вам свободу. Библия говорит, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. серия «Ефесиным в глубину», «Стратегия воина», уже доступна. Сегодня на фоне множества духовных конфликтов и сражений в это послание есть особая нужда. При записи этой серии был использован макет римского города и множество реплик вооружения римского воина. 12 часов учения разделены на 23 получасовых урока на 7 DVD-дисках. Все верно, 7 DVD-дисков. В этой потрясающей серии вы узнаете, как воссесть на небесах, как ходить с верой и как выстоять в день злой. Четыре урока посвящены тому, как сражаться с четырьмя типами сатанинских духов, с которыми вы встречаетесь в своей жизни. Также вы узнаете, как написанное Слово Божие становится оружием под названием Меч Духа. Вы узнаете, как обновлять и восстанавливать свой щит веры и даже увидите разные типы щитов, которыми пользовались в Римской империи. Два урока научат вас, как уберечь свои ноги от тайных ловушек, расставленных сатаной. Четыре урока расскажут о битвах, которые пройдут в последние времена и стратегии поведения в разных ситуациях. Вы сможете применять это учение, чтобы одолеть врага в каждой сфере вашей жизни. Каждый предмет, всеоружие Павла будет представлен и подробно изучен. Но самое главное, я покажу вам, как использовать это защитное вооружение в вашей повседневной жизни. Эти семь дисков, 12 часов учения, 23 отдельных урока, доступны ограниченное время. Хочу выслать вам это учение Ефесиным в глубину за пожертвования в 95 или более долларов. Отправьте запрос по телефону на нашем веб-сайте, адрес которого указан на экране, или по почте, указав номер предложения EPH 132. Подпитайте свой дух. Я уверен, что эта информация точно преобразит вашу ситуацию. Да благословит вас Бог. Новый Завет был написан на территории Римской империи и греческой культуры. В послании Ефесиным Павел использовал много аналогий, когда говорил о том, как христианину побеждать демонических духов в своей жизни. В этом учении описана стратегия верующего, битвы последнего времени и вооружение верующего. Отмечу, что это совершенно новое учение, а они не перевыпуск прежнего под новой обложкой. Это учение состоит из семи DVD-дисков. Я не просто стою и говорю перед камерой. Я демонстрирую много предметов, приводя примеры из истории и поясняю греческие слова. Я записывал это уникальное учение с мыслью о том, что людям получат новое понимание, которое изменит их ситуацию, ход их сражения и приведет их к победе с Господом Иисусом Христом. Пожалуйста, сделайте заказ сегодня. Теперь скажу, что мы будем в церкви-святилище в городе Далэнд, штат Флорида, с 8 по 10 марта. Пожалуйста, присоединяйтесь. Никаких регистрационных взносов. Просто приходите. Затем церковь, центр поклонения «Новая жизнь» пастора Руди Бонда в городе Тайлер, штат Техас, с 5 по 7 апреля. Я вспомнил забавный момент. Когда мы были в Тайлере в прошлый раз, начался ледяной шторм. Помните это, Техас? Я и мои сотрудники не верили своим глазам. Мы все же приехали в церковь, куда, несмотря на шторм, приехало еще больше сотни человек. Я запомнил этот день навсегда. Заходите на наш сайт, там можно найти расписание на весь этот год. Не забудьте о встрече молодежи в июле. Она совершенно бесплатна, однако регистрироваться можно уже сейчас. На прошлой неделе я упомянул о том, что там мы будем говорить о молитве. Также многие из вас, в основном благодаря соцсетям, уже знают, что 23 июня этого года мне исполняется 60 лет. Я нахожусь в служении уже более 40 лет. Мой сын однажды спросил, «Папа, ты можешь это доказать?» Я сказал, «Я сяду и все подсчитаю, и заодно покажу тебе свое расписание». Спроси свою маму, сколько времени я учился, когда мы вместе путешествовали. Получилось больше 170 тысяч часов изучения и исследования Библии. Я изучал не только Библию, но также различные исторические книги и словари. В моей библиотеке около 25 тысяч книг различных авторов. Для чего я это делаю? Однажды вы покинете этот мир, и вся эта информация станет не нужна. Однако, эта огромная работа по поиску, исследованиям и анализу различной информации не будет напрасна, даже если с нами что-то случится, и мы уйдем из этого мира. Многие из вас знают, что мы разработали свою программу Библейской школы. Вы можете найти информацию на сайте. Бог был благ к нам, и я воздаю Ему славу. Благодарю вас за то, что трансляция продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok